Революционно Возьмите Это для довоенного мака Война Ну, какой-то старый дископинг А, да Как же Возьмите 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 Да Возьмите 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 И Оно Это я Да Он чему-то подключить? Нет. А зачем он тут? А, ну чтобы показать презентацию. А как ты подключаешь презентацию? В принципе, нет. Я, может, с любого компьютера можно показать. Уже сайт подключает. В принципе, мне он не потребует. Если бы я сейчас... Я не знаю. У тебя БГА есть? Нет. У меня БГА есть? Николай Crowd. У меня не знаю. У меня есть пары и БГА. Прошу пару игр. У меня уже есть пары и БГА. Я не знаю. Ты что с парой БГА? Да. Ваши? Нет. 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 Это старый VGA. Нет. Легче найти, чем... В смысле? С этой стороны будем VGA-очный разъем? Нет. 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 Разъемов не знаю. Разъемов не знаю. Это вообще какой-то... Это не Playport, но это не тот, который надо... Да. Есть HDMI. Вот нашли один. Ну давайте с этого... Есть HDMI, которые не проходят. Вы прошли там? Нет. Вы проекты тогда... Здесь никто под магтом, сотни. Никогда поедет. Понятно. Здесь не работают. А ну немножко другой, а зимой. Да нет, не кайболи. А это будет не правы. Косые... Ну, справа тоже... Да нет. Справа. Продолжение следует... 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 Спасибо. Следующий проект. Целомиллионы. Целомиллионы разом и с успильным волосом. Верно, да? Нет. Два проекта, один из которых является дочерней первой. Правильно? Окей, два. Значит, мы все знаем, что Майдан сформировал потребность людей в представительстве своих интересов. Но прежде чем что-то представлять, участвовать в принципе, нужно сначала сформулировать. С этим у нас проблема. Потому что то, что мы видим сейчас, есть армадская рада Майдана, есть различные организации, все пишут различные манифесты, требования какие-то формулируют. Но, к сожалению, это все равно представительские формы. На самом деле, во всем мире, и у нас тоже, это Майдан показал, есть форма прямой демократии. Мы предлагаем, включите, пожалуйста, извините, время. Получилось? Значит, у нас есть идея, я буду, наверное, говорить, да, потом картинка покажется. Мы предлагаем некий алгоритм, где есть два элемента прямого действия. Это петиции, довольно известные, по всем мире, с 18 века работают, причем работающие инструменты. И второе, это, собственно, прямое действие, которое мы, собственно, сейчас используем на Майдане, когда выходим, пикетируем, блокируем, манифестируем. Эти все вещи можно соединить в одну цепочку, причем вывести на уровень политический, потому что петиционные сайты существуют, но они зависают, они не имеют четких фильтров, которые позволяют их реализовать на практике какие-то законопрактики решения. Перед нами, например, стоит повестка дня, это пишут все, так сказать, представители общественности, нам нужна новая конституция. Каким образом это сделать? Значит, извините. Смысл в чем? Пишется готовая форма, мы предлагаем готовую форму для петиции. Буквально формируется основная идея и основное решение. После этого необходимо набрать количество голосов четко по фильтрам, то есть местный уровень это 5000 голосов, областной уровень 50 тысяч голосов, 100 тысяч голосов это стандартная цивилизационная норма для петиции, то есть она даже действует в России, правда там нет механизмов, вот мы хотим создать этот механизм. Потому что если петиция подкреплена достаточным количеством голосов, то естественно, ну 100 тысяч это очень серьезно, депутаты вынуждены будут проводить между собой на красном для представительства. Если они не хотят делать, то мы все равно сделаем им рассылку. Они должны будут представить эту петицию в уже нормальной, удовольствуемой форме, ну в качестве закона. Я, правда, должна сказать сразу, что, конечно, нам нужно продвигать сейчас параллельно с проектом закона петиция. У нас, в принципе, есть такая возможность, да, обратимся к демографичным политикам, которые понимают, что это тоже необходимо, потому что им нужны точно так же наши интересы и работать с ними, потому что сегодня политический партий непроницаем к общественным интересам. Я не хочу сказать, что все оппозиционные плохо проницаемы, власть непроницаема, из-за чего, собственно, говорит, стоит Майдан. А вот, и мы выходим на политический уровень, извините, до сих пор нет конфликтов, я ничего не пустила. Значит, это третий шаг, как бы у нас по шагам просто. А, вот, наконец-то. Вот первый шаг петиция, второе голосование. Да, если у нас, допустим, есть уже петиция, то мы, как бы, тоже смотрим, чтобы не повторяться, да, проще проголосовать, поддержать, писать, что-то с вами там новое. И, смотри, депутатский уровень. Когда мы посылаем депутатам, кто-то один получает, у нас получается картинка отсюда, и мы видим, что есть, как бы, контакт. И потом, если это не работает, мы выходим на прямые действия. То есть, если они не слышат интерес, тогда мы уже пикетируем, манифестируем, делаем слышно, все что угодно, привлекаем внимание. Вот такая цепочка. Вопросы? Да. А можно сейчас у вас... Нет, я даже... Ну, форма там есть, в принципе, там форма есть. Ну, через месяц... Ижди, а может быть, это, мы пропадатель, чтобы все-таки проломбировать... Не, сейчас я сказала, мы будем подавать законные петиции, потому что это необходимое. Потому что там верификация людей, которые должны регистрироваться, это очень важный момент. Надо понимать, что это нужно сделать. Это будет серьезно. Какие образом будут крючить регистрироваться? Дерефицеры, во-первых, в законе должно быть, это прописано, что они должны подпись на пример свою сканировать, потому что у нас есть проблемы с этим. Фамилия, телефон и так далее. Потому что, например, в России паспорт продается. Я думаю, что паспорт тогда в особей паре. Я расскажу потом по верификации. По верификации я расскажу. А еще есть вопросы? Ребят, есть вопросы еще, как вам нравится? Есть замечательные, но принимаются без замечательных. Да, пожалуйста. Сейчас или потом можете к вам поговорить. Да, хорошо, субтитры. Спасибо вам большое. По верификации, я могу сказать. По верификации. Ну, наступный проект будет Суспільный ООС. И там система электронного голосования связана с верификацией особистой. Суспільный ООС. Суспільный ООС в том, чтобы сделать действенную систему электронного голосования. Значит, система... Суспільный ООС поляга в том, что даже через систему прямой демократии, через проведение петиции, необходима нейтральна, проста, загально зрозумела, загально визнана система электронного голосования. С возможностью верификации через онлайн, через интернет и с возможностью проведения голосования, фактически, майже безкоштовно. В этом поляга суть проекта Суспільный ООС. Протягом хакатона ми провели консультації як з політиками, з громадським сектором Майдана, а зараз там громадських організацій на Матані близко 30-ти. І так само провели переговори з органами державного управления, які займаються організацією внутрішнього документу обігу. Суть методики полягає в том, що вона подрується на довері. Рекомендуєте ви чи не рекомендуєте ті подання, ті петиції чи політики, які виставляються на голосування. Методика дуже проста, вона працює зараз в 10% найбільших корпорацій світу, вона пройшла адаптацію в бізнесі, працює зараз 7 мільйонів професіоналів в них, вона називається Net Promoter Score, вона оцінює індекс рекомендабельності. Фактично це індекс, універсальний індекс довіри. Значить, стосовно відповіді на те питання, яким чином ідентифікується особист, особа того, хто голосує. На даний момент існує проєкт реформи, який вже закладений бюджет на цей рік, зі зміною паспортів, через нові паспорти з чіпом. Через Card Reader існує механізм голосування через портативний або комп'ютерний віддалений засіб. Зараз, останній раз в Естонії так проголосувало 77% виборців і ми сподіваємося, що в нас є всі технічні можливості і шанси реалізувати це в Україні. Дякую за увагу. Проєкт «Сховує паспорт папулі» або завжди на будь-якого політика знайдеться ентузіант, який заплатить 201 гривень. Політики будуть боротися за себе, а за волю людей. Це питання розвитку громадянського суспільства. Ми для цього тут сидимо. Якщо, наприклад, не петиція, а от це вибори, як забезпечиться таянні філосування? На даний момент в системах голосування, які працюють в США, в Естонії, в Іспанії, коли ви ідентифікуєте свій паспорт через свій чіп, у вас є завжди опція або голосувати відкрито, або голосувати закрити через ID. Тобто, вас ідентифікують за ID, але вас як персональні дані вашої системи не ідентифікує. Зрозуміло? Але якщо з ідентифікатором, то можна змінити. Ви знаєте, що це ваш ідентифікатор, ви можете себе побачити в системі, як ви проголосували, але система не знає, що це 20 петічків. Дуже дякую. Будь ласка, наступний проєкт. Наступний проєкт має бути «Колективна безпека». Це Андрюшчук. І готується «Соушал Гуд». Якщо коротко, наш проєкт, він складається з двох частин. Короткострокова частин – це приложення для мобильних телефонов, для смартфонов на разных операционних системах. Так называемая красна кнопка – кнопка «СОС», которая должна работать как автономно, то есть своим друзьям, родственникам или на секретный адрес электронной почты посылати введений контент. І вторая часть – она може работать в соединении с сервером или несколькими серверами, туда посылати информацию о случившемся происшествии. І вже це диспетчерські сервери наших альтернативних государственних служб в допомогі людям, попавшим в віду, які можна розвивати. Вот, собственно говоря, це серверна частина, це серверна частина нашого проєкта. Але сьогодні ми остановимося на части, яка касається мобильних приложений. Щас ми реалізовували в Фейсбуку, создали групу. У нас вже готово техніческе задання, полностью сформуванне по этой кнопці «СОС». У нас виложен открытый код, в который можно комментировать, редактировать, дополнять. Код на QT C++ написан, то есть фрозплатформенный. Можно, нам еще понадобиться помощь на этих программистов, поэтому ждем готовых побочных волонтеров или не волонтеров. В общем, это еще можно обсуждать, каким образом и какие сроки реализовать дальше этот проект. Смысл в чем? Есть смартфон. Желательно, чтобы была эта кнопка, лучше всего вывести на экран вообще блокировки, чтобы не доставаясь кармана, можно было ее нажать. Или вывести на, например, зажатые клавиши громкости вверх-вниз одновременно, как это делается на Самсунгах. Дальше. Какие главные требования к этому проекту, к этой кнопке? Во-первых, точность определения GPS-координат. Если у нас мобильные группы зашли не туда, то смысла в этом нет никакого. Второе. Это скорость определения GPS-координат. Если она будет убить 15, 20, 30 секунд, то нас за это время могут успеть убить. Третье требование. Это у нас наглядность. То есть с GPS-координатами, когда вы идете по улице и вам приходит смс с GPS-координатами, вы спрашиваете «вот и факт», да? Потому что вы не понимаете, что дальше с ними делать или понимаете, но вам это крайне неудобно. То есть адрес должен отображаться еще и в букве на числовом выражении, та улица, номер дома, хотя бы поблизости находящийся. И желательно еще ссылка на карту, на Google-карту с меткой, куда можно провалиться и увидеть, где находится человек. Дальше. Помимо того, чтобы вот в таком виде передавать координаты на телефонные номера, на сервер, на e-mail, важно передавать как минимум звуковой сигнал в режиме real-time. То есть мы звоним на приоритетный номер. Если не дозваниваемся, то пытаемся позвониться на следующий. Когда человек берет трубку, у нас включается громкая связь, но Гудков и его «Алло», там, а что-то мне позвонил, мы всего этого не слышим. И те, кто рядом с нами. И последняя функция, коротко скажу, это передача аудио-видео сигнала короткими файлами, указанной нами продолжительности на сервер и на адреса электронной почты. То есть мы одновременно собираем доказательства, например, нашей невиновности в том, в чем нас пытаются открыть. Окей, спасибо. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Это все уже реализовано? Кросс-платформная часть реализована процентов на 50. Вот это то, что мы успели за эти два дня сделать. Мы ждем еще программистов в нашу команду. Я думаю, что в течение месяца, как максимум, мы успеем хотя бы для андроида, ну, как и для самого распространенного. Если подключаться программисты, которые помогут для IOS реализовать это, то и для Apple тоже можно будет это реализовать. Главное, есть четко поставленное ТЗ, которое может помочь любой программист взять такой кусок и помогать. Окей, спасибо большое. Еще есть вопросы? Можно я? Пожалуйста. Вопрос. Вы в последнем предложении с вами говорили о передаче видео и изображении. Как вы себя представляете с нашим мобильным интернетом? Я себе это представляю с нашим мобильным интернетом таким образом, что определенные длины файлики сохраняются. Если они могут передаться, то они передаются. Если они не могут передаться, то у нас хотя бы передается голосовой контент. И файлики эти должны быть достаточно маловесными для того, чтобы оно пролезло через не слишком быстро интернет. Файлы остаются на устройстве, и если у нас устройство целое, то мы потом можем их оттуда вытащить. Или даже устройство не целое, но удастся добраться до чекла. Здорово. Спасибо большое. Аплодисменты. Следующий проект. Следующий проект. Социал ГУ. И готовится вам бойкот. Подходите к нам, пожалуйста. Доброго вечера. Наш проект, он имеет социальное спрямование. И он относится очень многих незахищенных версий населения, которые живут в Украине. Сегодня в Украине существует, согласно законодательству, около 130 видов пильных. Для инвалидов, пенсионеров, воинов-афганцев и еще без девочек категорий. Однако, есть маленькие, но они не часто знают весь перелик пильных, на который они имеют право. И, наверное, в том, что государственные органы не помогают им с этим. То есть, если мы зайдем на сайт Министерства працы и социальные политики, то, например, из 15 видов пильных, которые могут отримать инвалиды первой группы, есть в Баррелику лише 8. То есть 7, где-то поделись, неизвестно где. Держава просто не зацикавлена в этом. Именно поэтому мы понимали, что гражданское общество может взять на себя эту роль и создать ресурс, на котором будут собраны все пильные для тех категорий населения, которые имеют на это право. В соответствии, за последние 30 минут мы реализовали цередию. И при ней длительность расскажет Андрей. Я надеюсь, у нас осталось еще время. Я извиняюсь, я буду вещать отсюда из-за маленьких технических проблем. За 2 дня мы разработали готовое рабочее приложение, которое вы можете создать сцена рабочего, можете перейти и оно будет разработать. Что мы сделали? Мы реализовали механизм, во-первых, механизм поиска субсидий, которые нужны конкретному человеку. При этом принадлежае заявляют. Первое, он знает, какой у него статус, соответственно, к этому статусу есть какие-то субсидии. Я уже с ним участник БМД-действий нажимаю и получаю эти субсидии в список. Может дальше перейти более детально, посмотреть, что там более детально, куда противники, какие-то проблемы заполнить, что нужно сделать. Второе, мы придумали механизм, но, к сожалению, его на конце не реализовали в силу ограниченности наших ресурсов. Это если он не знает свой статус. То есть есть субсидии, которые не предоставляют его статус, потому что они ограничиваются какими-то показателями. Там уровень дохода, развил площади. И если он придет площадь деревянных, то кто его не разживет. Поиск корм выносит ему те люди, которые для него актуальны, для этого человека. При этом мы разработываем механизм как-то сериально работает, как кухня работает. То есть у нас есть статус помощи. Мы можем создавать статус помощи. Все, для тебя, я буду очень быстренько. Убираем все это. Я очень рада. Сейчас мы создали. Уже создана новая допомога. Да, по-палу. Теперь мы создали категорию граждан, которая имеет право на эту допомогу. И, соответственно, эти категории мы делаем привязку. Категория, мы собираем категорию. И выбираем. При этом мы можем выбрать несколько. Соответственно, мы там создали, что вы создали, а там внизу. Вот это. Такое красиво. Красиво понимали с таким красивым названием. Так где-то. Наредина наша мышка. Вот, создали его. И все, вот он у нас появился. Нажимаем, и он нашел. Ура. Окей. Спасибо. 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 Добрый день. Наш проект, который вы можете видеть на экране, называется вам бойкот. Это сайт, который уже работает. Вы можете зайти и поделиться. Сайт называется вамбойкот.ком. Мета этого сайта – это позволить организацию поддерживать бойкотов шляху перетворения бойкоту на интересный, социальный, многое подъем и доступ. Бойкот – это метод борьбы, который поляга в отмывании купить, наймать себя на работу, или работать с какой-то организацией или человеком. Если бойкот есть массовый, то он очень эффективен. Это очевидно. Компанія не может существовать без доходов, покупок, працівникам. Есть много примеров успешных бойкотов. Найважно, что это, например, измолвая индийца купить английские товары во время их борьбы за независимость. Даже в современной истории мы, возможно, этого не осуществовали, но решение Януковича про остановку евроинтеграции тоже связано с загрозой бойкотов. Путин пригрозил не пускать украинские товары в Россию. И, другим словом, Путин пригрозил не пускать украинские товары. И Янукович, естественно, сразу извлекался. Это грозило великими экономическими втратами. То, что Европа была готова эти втрати перекрить, и почему Янукович не использовал себя допомогой Европы, это уже иное вопрос. Отже, если бойкоти такие эффективные, почему их так редко используют? Потому что есть проблема. Их очень тяжело организовать и поддерживать. Почему их тяжело организовать? Есть много причин. Например, нет альтернативы товара, который мы хотим бойкотить, альтернативный товар очень дорогой. Даже если есть альтернатива, и она не дорогая, то есть и другие проблемы. Проблема отсутствия информации про прогресс бойкотов. Людина, которая принимает участие в бойкоте, не знает, сколько других людей бойкотирует эту компанию, и чьи свои усилия на бойкот имеют сенс. А может, она просто даремно вытрачает свои усилия на бойкот. Если вы решите эту проблему с высотностью информации про прогресс бойкотов, то бойкот будет набирать больше шансов на грусть. Чтобы вы решите эту проблему, мы и создали сайт вам бойкот. На этом сайте человек может зайти, присоединиться к бойкоту, который уже есть, может создать новый бойкот. Мы присоединились только что правильно до бойкоту на Драбанк. Мы можем сразу поделиться на Facebook. Все мои друзья будут знать, что я присоединился к бойкоту на Драбанк, и сразу кликнуть на линк, и посмотреть на этот бойкот. Видно подписи, есть два подписи сейчас под этим бойкотом. Можно ставить комментарии, можно делать дискуссию. Досвід стаёт интересным. Правильно? Досвід стаёт социальным. Можно шарить это все, поделиться над этим на Facebook. У нас уже время. Докумаю. 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 Люди самі. Тут, может, есть кнопочка «Створить бойкот». Давайте сейчас творим бойкот. Я пропоную забойкотувати в эпицепер. Так, очень популярная для бойкотов. Следующий. Вопрос. 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 Прогрес бойкотов. Я пропоную. Коли з'является информация. Я понимаю, что воно з'является періодично. Але за час бойкотов викладати, наприклад, тренд падения, продажи, людей, или иначе? Это супер. Это новини. Так. Их можно давать в коментарии. Додать в подлечку новин. Але тут є лечильники бойкотов. То есть вы сразу видите, сколько людей бойкотов. Нечего тоже. Нет. Про входение продаж тоже и не есть. Так, так. Вот, пожалуйста, следующий вопрос. Вопрос. Допустим, мне охранник Макамил, я пришел на какой-то магазин и написал бойкотов. Как вы защищаете компанию? Нечестная? То есть от того, что... Молчее! Розумите, это хорошее вопрос, и это нечестный бойкот. Я считаю, что нечестный бойкот просто будет непопулярным. Ну, добре, вам признаками, вы створили бойкот. Но большинство людей знает, что это хорошая компания. Они просто не будут это поддерживать. Компания также мает возможность рекоментировать. Последних рядов... Скажите, пожалуйста, при досягнении каких показателей вы можете сказать, что ваш проект действительно успешный в социальной сфере Украины? Ну, я думаю, что если... Сколько в Киеве людей не поддерживают партии в регионах? 85%? Ну, я им отвечаю. Тобто, 3 млн людей в Киеве, если приедутся к бойкоту, эпицентры сразу закрываются через месяц. Правильно? Ну, это я просто сам пораховал, только еще. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас логиняя через Facebook поломался... Да, я знаю. Ну, я не BonusBUR наказывая. У вас такие Ni Honey и вы ни на ActiveCenteraz, Щоб в вас такие... В связи с тем, что мы постоянно перегощиваем, мы должны дать какие-то документальные подтверждения, что та или иная фирма належит региональности? Обязательно. Когда вы творите бойкот, есть условия снятия бойкоту. Вы можете дать линк на сайт с документальным подтверждением. Добрый вечер. Я буду на русском языке, я быстрее так разговариваю. Смотрите, мы сделали сервис-траблер, аналог Рос-Ямы, Укра-Ямы, но с украинским акцентом. Где мы выделили все направления, которые могут быть проблем. Это торговля, строительство, военные состояния, дороги, велозоны, ЖКХ, другое. Выделено все. Есть возможность русского, украинского, английского языка с переключением. То есть мы сделали ландфайлы, которые у нас выделены на пользователей. У нас добавлена карта проблем сверху, где мы можем посмотреть, где находится проблема на карте на данный момент. В каком лице Андреевна главный просьб? Можно при открытии событий второй вкладок просто открой. На самый верх. У нас проблема, это фотография с места проблемы. То есть в данном случае это отсутствие тротуара на улице, который действительно у нас отсутствует. Сбоку, наверх, наверх. У нас есть действия расшаринга, действия голосования, где голос выбирается, если есть минусовый рейтинг. Ключевые слова, обращение к власти, ответы на обращение к власти. Возможность ответа юристов, либо представителям каких-то сил. Ниже прокручивают. Есть у нас замерки. У нас есть карта, где привязана локация к конкретной проблеме. Ниже прокручивают. У нас есть комментарии, где можно добавить, то есть комментарии через любую социальную сеть. На самый верх поднимись. А вот, управление. У нас есть уже админка, где есть пользователи посты и жалобы. Добавить здесь посты, который добавит. Добавить, самая элементарная форма, это проблема ключевых слова YouTube. И заливка фотографий, либо указание адреса. Адрес может браться сразу с фотографии. Есть мобильная версия. Сайт уже рабочий, вы можете все зайти и посмотреть, как он работает. Как вы доставите чиновников реагировать на вашу информацию? Мы не совсем чиновников. Мы в первую очередь агентируем того, что у нас оставляет кто-то пост. У нас есть возможность прикрепить жалобы, которые может сам пользователь отправить, либо другой пользователь, прошедший на этот ресурс. То есть, у вас волнует проблема, вы отправляете ее друзьям, отправляете себе, расшариваете. Есть возможность прикрепления документа. Есть возможность ответа к прикреплению на этот документ. Окей, а кто будет решать эту проблему? То есть, все или узнаете? Сами люди. То есть, общей массой. Асфальт закапывать? Нет, отправлять обращения и искать, кто эту проблему может решать. Службу 1151 знаете? Мы сами знаем только так. Обратитесь к ним и добавьте исполнительный чат. Вы проверяли когда-нибудь эту службу? Можно в течение полугода отправлять им заявки, а не просто их не реагируют. Это исполнительная власть. Дайте им возможность пользоваться вашими инструментами и вы получите исполнительные. Он работает не только в Киеве. Он работает, кстати, на все регионы, не только на Киеве. Отлично. А вот, собственно, вот это вот и сделали. У нас был набросок общего вида на сайте и была приблизительно набросанная концепция. Супер. Ура! Какие идеи я вам тоже делал? Проект 2 года назад люди сообщают, но никто ничего делит. У нас не только дороги, у нас все проблемы связаны. Ну, так тут в том, как все и проблемы, что некому решать все. Да, да, да. У нас есть много людей, которые все под названием правительства. Окей. Еще раз. Подкри, пожалуйста. У вас нет категории проблемы под названием правительства. Можно? Дальше. На правду. Как называется JavaScript trainer, если к вам не хочет? Нет, это не проблема. Как называется JavaScript trainer для тех, кто на голову не стоит. Как называется? Да. Хороший поток надевает. Следующий вопрос. Я не понял, как я сделал какое-то обращение, готовый шаблон, куда я его буду отправлять и как я получу ответ? И сколько эффективно будет вот это? В первую очередь, вы освещаете события любой проблемой. То есть, вы отправляете проблему кому-то? 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 И эти алгоритмы распространять можно любым методом. В том числе и прописать четко на сайте, дать шаблоны юридических обращений на это решение. Люди должны знать, каким образом отстаивать свои права. Они не имеют этого функционала. Если я на дороге, я не могу заходить с кратодор. Как? Что бы... Извините, пожалуйста, можно вопрос? Можно я перейду? Да. Можно я перейду? Да. То есть, насколько я понимаю, этот сайт это возможность заспамить юридически правильно опорвленные... Вот. Именно, именно. Именно. Все забрали. Не заставить их действовать. Не заставить их действовать. Не заставить это умного на выберут. Нет. Мы можем дать вас попросения и потом мы даем копию всех этих попросений, которые будут присутствовать. Время за вашу, спасибо большое, аплодисменты. Молодима. Все слабенько. Это Малэк. У нас есть неформальное название, которое отражает суть кейкстартер и лавочка. То есть, мы хотим создать кейкстартер, который позволит людям строить лавочки вокруг своих домов, в том числе другие какие-то мелкие объекты. У нас люди не привыкли работать со обща и у них там часто акционная комфорт заканчивается дверью квартиры. А в Лебеде говорил о том, что вот, к сожалению, почему подъезды такие грязные, потому что это уже не наше. Мы решили сделать проект, где человек зайдя наш проект может увидеть, какие проекты рядом созданы людьми и поделить деньгами, поспонсировать создание этой лавочки. При этом мы решили, вот так выглядит. Реально у нас на момент старта не было ничего. Даже это записали в начале. И по факту у нас есть два сайта. У нас можно увидеть два логотипа. Один из двух типов. Вот этот логотип рисовали донецкие ребята. Мунрейкер. Огромное за ним спасибо. Молодило. Рествовали сегодня ночью. И по факту, зайдя, вы видите проекты. Вы можете аранжировать их по тому, какой-то проект. Допустим, кто-то строит памятники, кто-то детскую площадку, кто-то вместо выгула собак хочет организовать. И после чего спортируйте. Вот так выглядит iOS-версия. Несмотря на то, что у нас в команде один из сильнейших программистов под Android. Кстати, который написал, кто знает, соцприложение для журналистов для Украины. Но пока он был занят доработкой ночью этого сайта. Поэтому Android-версии пока нет. Есть только iOS-версия, где вы можете, нажав здесь, просто убрать или включить категорию тех объектов, которые показываются здесь. Пока связка между мобильным приложением и сайтом не работает. Сайта у нас два. Один из них, спасибо огромное, написал Сергей Кириллов. Тоже ночью. И фит работает. Это рейк. Ну, то есть, Владислав, один сайт на бетоне, один на открытой платформе. Ну, вот, как бы и все. Эй, позиция! Обратите! В этом версии надо подниматься и побежить, но аккуратно, да, то есть там и седло. У вас структуры можно проходить там. Какая платежная система и как я мог быть уверен, что мои деньги потеряли? Ну, платежная система ликвидирования. Да, и ручная агенсация, платежная система ликвидирования. Как бы не так же, как агенсаторы, как бы не споделишь, зуб дарит. Ну да, если деньги собраны, деньги возвращаются. Да, да. День и чек не получают, пока не соберешь полностью. Это так и вставка. Дальше, еще вопросы. Все вопросы нет. Все будем стоять лавочки. А, скажите, если нет возможности помочь, зенегам и приложения есть, хочется помочь. Выход... Ну, как и в Александре, здесь можно писать в комментариях, что вот я готов участвовать. Или там, может, будет, ну, как через обратную связь, можно договориться и помочь. Окей. Мы можем еще ввести базу тех людей, которые исполнители. Спасибо. Ну, собственно говоря, мы где-то в какой-то степени отвечаем Мы отвечаем на вопрос, что делать, если вам за ваш проект не платят денег. Наш проект посвящен тому, что если у вас есть идея, причем эту идею вы можете генерить, любители поговорить могут генерить идею, любители поговорить и сделать могут эту идею довести до воплощения. То есть, кстати, я предлагаю тем проектам, которые где-то родственные с нами, когда мы не так быстро сделали сайт, мы его поднимем, поменяться баннерами и строить какую-то партнерскую сеть, потому что наш проект рассчитан на то, чтобы идею воплощать в жизнь. И это может быть... Лавочка, да, кстати, мы там лавочку делим пополам, потому что мы ее обсуждали на процессе раздела этих проектов с Алексеем. Итак, есть название идеи «Хочу лавочку», вот там хотят. Значит, что я могу? У меня есть идея, о которой я хочу поделиться, узнать ваши к ней отношения. Эту идею можно рейтинговать, и тогда идея, набравшая наибольший процент социально активной, она движется вверх. Да, или... да, да, да. Регистрацию идеи я регистрирую с описанием. Я могу какую-то чужую идею, мне нравится эта идея, участвовать в ней либо деньгами, либо разработкой этой идеи до приведения ее в состояние рабочей, либо я принимаю в ней участие. Ты делаешь то, что я готов поддержать, давай делай это вместе. То есть этот принцип тоже как бы лежит в основе. Я иду по улице, но тут мы где-то корреспондируем со следующим проектом. Я вижу идею, я эту идею могу запустить. Спасибо большое. Вопросы? А чем это отвечает от волокой идеи? Малая. Малая. Что мы делаем? Мы берем идею и не только, как сказать, берем за нее деньги, да? А мы эту идею реализуем с помощью ресурсов, которые у нас есть, которые мы можем собрать бесплатно. Ну, у кого-то есть гвозди, да? То есть мне за то, чтобы сделать лавочку... Понятно, да? Еще вопросы? А вы что это писали? Как? На чем вы писали? Коль, на чем мы... Я, я не коду... На Яве. На Яве. На Яве и есть мобильное приложение уже... Сейчас вопрос есть, пожалуйста. Будут ли как-то модерироваться идеи? Потому что в данный момент у нас может быть несколько сотен тысяч идей на вашем сайте. Идея может быть повиснуть, повиснуть, кто-то запостил, там, хочу на Марс, да? Ну, пожалуйста, пусть продолжает хотеть. Или идея построить лавочку. Эта идея может получить воплощение. Да, то есть мы вешаем идеи, которые есть, да, доводим их до проектных идей, создаем проектные команды, воплощаем идею до кейса. Причем особенность этого проекта предполагает, что идею мы описываем, и потом эта идея, которая реализована, может быть подхвачена с какими-то изменениями кем-то другим. Но вот у нас есть конкретный проект, то есть мы сначала в оффлайне собрались, и в концертах собрали картины бесплатно, да? Кто-то сейчас в Киевском концертах, кто-то хочет эту же идею, идеи для больничных, картина для больничных палат, называется «Краски жизни», реализовать в Харькове. Ну, вот поэтому, в принципе. Мы не успели показать, есть мобильное приложение, уже практически работающее, единственное, осталось его прикрутить к сайту. Спасибо. Окей, спасибо большое. День хипер, фильм о ТВ 2-0. И готовится... 2-0? Нет, с фильмом, с живых. Готовится в социал хиперлинг. Здравствуйте, еще раз. Второй мэк, который я сегодня представляю, как бы ради него мы представляли и выходили сюда, он основан на том же движке Траблера, который мы видели перед этим, но полностью переделан в новостную часть, где есть новости, где есть как бы основная часть, но Светлана расскажет точнее, что у нас в дальнейшем будет с этим пришло. Дело в том, что мы планировали сделать открытую гражданскую платформу гражданской журналистики, вот, и слава богу, что так случилось, что в первые дни Майдана познакомились с Богданом, и теперь я думаю, что эта платформа еще открытой тебе станет, вот, так стало, что, так случилось, что мы... Вот так сайт наш, главная страница выглядит сейчас немножко, правда, почему-то у тебя на компьютере поплыло. У нас много стримов, вот, на данный момент, но все это делаем мы самостоятельно. Но алгоритм, каким образом запускать видеоновости, мы обучаем людей, и благодаря этому алгоритму мы делаем телемосты, как мы это называем, между разными городами. Там с первых дней Майдана еще до 30-го числа мы объединяли Майданы, Мюнхена, Берлина, Киева, и Англандама, и еще многих городов мира. Но мы всех обучаем, как делать стрим для того, чтобы вы сами стали репортером. И такую платформу, чтобы еще вы сами и писали новости, и это все объединение такой... Открой свой трампль. Ага, мне первое. Да. Вот как объединить это, это прототип платформа, которая, я надеюсь, будет достаточно быстро доработана. И вживлено в то, что есть на данный момент спинобачивание. То есть мы еще более открыто спинобачивание будем творить. Спасибо большое. Под данный движок уже сделаны Android и iOS-приложения, которые, в принципе, я могу дать кому интересно посмотреть. Понятно. А установить дадите? Могу, в принципе, дать после презентации, чтобы не отвлекать. Окей. Ага. Ага. Пожалуйста. Не все сразу. Я готова. Какого дефинансирования спинобачивания вы видите на ближайший пункт? Ну, на самом деле, мы устойчиво гражданский проект. Мы не принимаем большие финансирования по одной простой причине. Мы не принимаем финансирование политических партий или политиков. Мы есть гражданская платформа. И поэтому, ну, возможно, дают им, но я не думаю, что он не решит проблему даже наш технике. Вот. Пока что мы финансируемся только гражданами. То есть свободной донейшинс. За цвет. Следующий проект. Сошел. У-ху-ху. Сошел гидрилен. Валера. Да. Добрый вечер всем. Смотрите, вы осмотрели сегодня только же политический корпус. Просто тут наша команда находится, наверное, где-то с позиции Бахат-Маганди, да, Бахат-Бутер-Кима. Мои, ну, наши, наши интересы были направлены на поиск такого не, значит, деспроты вот такого, скажем, деструктивного, а на поиск инструмента такого очень доброго строительства новой системы. Поймите, ведь у нас есть все средства для того, чтобы создать новую страну. И для этого нам осталось только один, сделать небольшой инструмент, очень качественный. Если можно, смотрите, вы понимаете, что социальные сети имеют ряд преимуществ. Это очень быстрая связь внутри сети, очень быстрая передача идей, очень классных смыслов. То есть, если я генюю красивую идею, я получаю распространение. Но что получается? Мы находимся в темной комнате, которая, луч света, через которую зависит от количества наших фрагов и групп, в которых мы находимся. То есть, грубо говоря, о какой-то проблеме инициативе я сообщаю случайному количеству граждан. Это скорость, это хорошо, но низкий КПД и изменение реальности. Мы будем вводить очень интересные новые термины. Поскольку я, например, отношусь к реальности в определенные границы, я попробую вам дать возможность помыть, помочитать немножечко и объяснить, как будет работать этот инструмент, о котором мы говорим сейчас. Смотрите, мы расширяем возможности стандарта. Например, если все знают SportsPay, давайте немножко расширим функции чекина и дадим возможность гражданину объявить об объекте, либо же ситуации, как о неком объекте виртуальной реальности, в которой есть определенные свойства. То есть, это объектно ориентированное изменение реальности. То есть, если вы меня поймете, да, у вас должно быть вопросом, да. То есть, мы задаем вот этому чекину определенные свойства. И у каждого гражданина будет этот инструмент. Под эти свойства вы можете получить отзыв общества или же другого гражданина. Это в реальном времени на глобальной, на многоуровне, на многоуровне, грубости мира. Примерно так. Если можно, еще одну секунду. Ну, в принципе, здесь принципа, да, мы сделали сайт, мы расширили его возможности у Шахиди. И сделаем сейчас, в принципе, попробуем сделать первый тестовый запуск виртуальном магазине, у которого необходим работник, для того, чтобы он... У которого есть вакансия работника. Сейчас мы попробуем сделать это. То есть, в определенном месте, у нас нет, пока мы с ними не реализовали приложение, нам дурный айфон. Но принцип, вот сейчас поймете, то есть... Это очень круто, вопрос. То есть, да. То есть, мы будем строить эту реальность очень красиво, соединяя виртуальный мир и реальность. Здравствуйте, я вам и вам показал то, что распространение получает новости не только хорошие, но и всякие вбросы, и все подряд, и количество мусора просто нереально. А ваш сервис предлагает его еще больше расширять. Так, если с ним будет хорош. Смотрите, это все очень просто. У вас есть такой же вывод, как, например, в форсфере. Вы занимаетесь модерацией. Поверьте, инструкцию вы будете пресекать. Более того, в сети социальной, если вы сейчас запустите какую-то деструктивную идею, вы сразу же получите неактивную отцию своих друзей. Да нет, так это не работает. Да, если, ну, постят все люди, и мои друзья, в том числе. Ну, конечно, если вам это будет интересно, вы будете находиться на этой волне, на этой карте. Это многое. Вы, если кто понимает, ну, вы не понимаете точно, это госфера Бернацкого в чистом виде. То есть, мы попробуем ее реализовать. Примерно так. Это очень глобальный проект. Я понимаю, что это не проект как Антона, но мы вынуждены об этом сказать. Еще вопросы есть? Вопросы? Окей. А, да. Тут, я уже говорил, что тут нужно, для того, чтобы система работала эффективно, нужно действительно ответственность всех пользователей этой сети. И чтобы мы знали, что это не полайкает, не заранее подтверденный, не стоявный факт, обязательно это нужно регионы снижать и вообще вывести последствия. Абсолютно. Абсолютно ответственно. Смотрите, вот сейчас, если у нас вопрос ответственности в социальных сетях, сейчас не стоит полной по всей причине. Потому что мы понимаем примерно влияние неактивного поста, на те события, которые будут происходить. Здесь же влияние неактивного объекта, который захочется создать способ, очень великое. Поэтому ответственность здесь очень важна. Спасибо большое за вопросы. Аплодисменты. Следующий проект. Страйк-местя. Страйк-местя. Да. Страйк-местя. Страйк-местя – это гео-сервис, на котором позначается... Окей, тут вы можете видеть больше статей. Например, мы не могли бы видеть полный список. Також, сейчас не видно, но есть, на самом деле, по категориям фильтрации. Есть поиск по ключевому слову. Покажи поиск. Так. Также мы добавили возможность добавлять место юзера. И потом, если администратор это все оправдывает, то воно появляется на карте. Он что-то знает. Так, далее мы планируем еще обозначать какие-то политические акции, которые будут проводиться. И вообще, такой гео-сервис для Майдана. Все, что нужно, чтобы было обозначено на карте. Спасибо большое. Есть вопросы к проекту? Ссылку можно по КП. Ссылку, покажите, пожалуйста. Мы планируем переехать на инший домен. Это дирекция будет? Нет. Госхаркюана пишет. Он будет взаимодействовать. Хорошо. Спасибо большое. Еще есть вопросы, ребята? Нет вопросов. Спасибо вам большое. Следующий проект – это кластер интеллект-экономика. Верно все, да? Есть этот проект? Есть, да? Ждем. Не показывает. Не рассчитан. Не рассчитан. Не рассчитан. Не рассчитан. Да, вау. Вау. Продолжение следует... 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 для айфона, для андроида, для всяких электронных читалок. Можно распечатать книжку и принести копию в эти на Мэтт. Они там согласились раздать это на Майдане. И сделали даже такую красивую обложку. Так что заходите на сайт sprotiv.org качайте книжку, печатайте, шарьте, распространяйте эту информацию. Спасибо. Вопрос. Ничего я никого не вижу. У кого есть вопрос? Задимите ручки. Так, поехали. Книжка очень хорошая, но тут вопрос. Как насчет авторских правов? Макс, открой вторую страницу книжки, пожалуйста. Мы закуплили. Мы закуплили. Все материалы, содержащиеся в настоящей публикации, являются свободно распространяемы и могут воспроизводиться без разрешения автора. Я понял, да, я понял. Ну, смотрите, что мы сделали. Вот Макс сделал в фейсбуке страничку и там уже в расписание закинул кучу цитат. И там маленькие отрывки публикуются там раз в день, раз в три дня с картинками. Визуально подальше. Не текст, но визуально. Я понял. Ну, смотрите, если нам кто-нибудь поможет, там из аниматоров или из иллюстраторов, мы с удовольствием это сделаем. Куда кликнуть, чтобы открыть две странички? А я не слышу вопроса. Куда кликнуть, чтобы открыть двухстраничку? Ну, куда-куда? Лайк. Лайк, он слева. Нет, в смысле, как страничка называется? Вот здесь вот. Лайк, надеюсь. Ну, ты скоро заводим и лайкаем страничку. Окей, еще вопросы есть? Выразовайте. Есть. Там просто по поводу визуализации. На самом деле на ютубе очень много сюжетов, нарезок, по конкретно взятым главам где эксперты рассказывают, как тех иллюстраторов реализовывались теми иллюзиями. Со всеми как бы, ну, поэтому вы можете просто покупая там поискать и прикручивать. Окей, спасибо, Баш. Макс, у тебя есть вопросы? Нет. Еще есть вопросы, ребят? Нет. Окей, спасибо большое. Аплодисменты проекту. У нас есть специалистичный выступает Charity. Charity Guys. А вы уже готовы, да? У вас все хорошо? Да. У меня маленькое объявление, на самом деле. Я уже с несколькими участниками как она переговорила. Объявление, первое. Поскольку я не с координатором сейчас открытого университета Майдана, победителей, а может быть, пять лучших проектов с Хакатона, завтра в пять часов презентация на бедератом университете Майдана. Номер два объявления. Спиннобача мне делает сейчас больше десяти языковых версий на разных языках мира. К сожалению, мы не успеваем перерабатывать сайт, нам нужны дизайнеры на тут-таке, на фейсбук-страницах. И мы решили для того, чтобы быть более оперативными с одной стороны, с другой стороны, объединить граждан, которые хотят другое медиа, предложить этой тусовке, которая сейчас сидит на Хакатоне, например, после 14 января, собраться на Хакатон, который будет звучать так, какое медиа нужно гражданскому обществу и вместе его создать. Так, еще готово? Чего идти? Сейчас, секунду. Так ждем, так ждем. Окей? Давай. Последний проект, да? Да, последний проект. Всего хорошего. Мы все-таки очень эффективно справились. Желаю удачи в выступлении. Всем привет, меня зовут Ваня. В отличие от всех предыдущих проектов, мой проект будет немножко аполитичным, да? То есть, хотел задать вам вопрос. У кого из вас дома есть вещи, которые вы уже давно не носили? Или, например, игрушки ваших детей, которые вы уже никогда не будете использовать? Поднимите руки. Окей, хорошо. Но на самом деле почти у всех. О чем этот проект? Два месяца назад мы провели такой себе эксперимент. Автор этого проекта, Виктория Бондарь, запустила в фейсбуке месседж. Что она заедет к каждому из вас, заберет ваши вещи и даже привезет печенье. Только, как бы, вы его соберите, эти вещи, и отдайте. Вот. 84. Это количество людей, которые согласились отдать это вот после этого месседжа. Да, 600 килограмм вещей мы собрали, развезли вместе с ее друзьями. Де друзья активно подключились к этому. И за 20 дней все эти вещи были доставлены в один из центров Кайфтас. После этого мы поняли, что нужен инструмент, который бы помогал этим людям, которые готовы помогать, которые готовы нести вот этот вот свет, да, и помогать детям, помогать бездомным, сделать инструмент, который бы их совмещал. Сейчас я бы хотел продемонстрировать, как это сейчас работает. Есть сайт, мы сделали его немножко раньше, на этом хакатоне мы его доделывали, фиксили баги. Вы можете зайти на этот сайт, зарегистрироваться через одну из сетей, например, через Facebook, у всех тут, я думаю, есть профиль там. Грузится. Ну, окей. Там было две надписи. В меня есть вещи, и в меня есть машина, да? Да, и в меня есть машина. Так, у вас есть машина. А вас, давай, давай, возьмите вопрос. Значит, вы регистрируетесь, здесь выполняете форму, вы появляетесь на карте. Следующее, что мы сделали, мы сделали аппликейшн, потому что, я думаю, у всех здесь есть смартфоны, и через эти смартфоны вы также можете зарегистрироваться. Вот, точно такая же аппликейшн. Так, окей. Вот. И помогать, 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 помогать. Я бы хотел, чтобы вы сегодня подумали об этом все, и когда придете домой, сохраните эту ссылку, сейчас, в charity.org. Окей, вопрос. Есть вопросы проекту? Ребят? Вопросы? Есть желающие поделиться вещами? Как часто на движение? Отлично. Записывайте ссылочку, сразу же. Записывайте link, и регистрируйте. Все за работой. Спасибо. Окей, здорово. Спасибо большое. Спасибо. У нас тут все перехода, а главное – это максимально. Так, сделай красный маркет. Теперь, что, вопрос? А можно представить проект, которого нет, к сожалению? Прямо оттуда, да? В принципе, можно и отсюда. На самом деле, есть настоятельная необходимость вот в чем. Существует пятая, по праву, пятая структурная институция Украины, которая говорит, мы все знаем о том, что источником власти есть народ. Не существует механизма реализации этой власти. Не существует понятие, что такое на самом деле народ, и какую цифру народ у нас помещается. Да? У нас есть одно место в законодательстве Украины, где можно понять, что же такое народ и какая же это на самом деле цифра. Я вам предлагаю все-таки, ну, это больше похоже на начало какого-то длинного рассказа, нежели на результат. Ну, тогда два слова очень коротко. Увидите. Пошло, например? Если можно, давайте просто вот мы закончим. Вот есть. Да, собственно, Даш, следующий, мы подошли к каналу нашего Хакатона, и сейчас мы должны определить, точнее, не мы, а мы должны определить три проекта, которые вам понравились больше всего, и которые вы считаете самыми интересными, самыми перспективными, которые получат любое признание и даже призовую фон наших партнеров и спонсоров. Работает это следующим образом. То есть мы по очереди голосуем за каждый из проектов, если вам проект понравился, вы поднимаете руку, если не понравился, вы не поднимаете руку. Вы можете голосовать за каждый проект, да, или не дайте... Кроме своего, ну, да. Соответственно, если вам понравилось, там, пять проектов из восемнадцати, вы их пять раз поднимаете руку, если больше, то больше, если меньше, меньше. Вопросы есть? Да, да. Что? У меня комиссия будет прямо онлайн, прямо в эфире. Иди на бойкот. Поехали. Ну, начнем, наверное, с charity. Или нет? Да, хорошо. Окей. Give me a light. Готнет. Ребят, поднимите, чтобы мы... Это там где машинку можно было... ...попросить, а... Там где машинку можно было попроситься, довезти, и вас добудут до Майдана. Там как было написано. Но я все, поднимаю руки, коммуникации проекта. Так, и держим. Так, отлично. Пятнадцать. Пиши, пятнадцать. Да? Да, да, да. Пятнадцать. Не, да, не там, не там. Не, да. Вот коробка. Не, не. Не, да, да. Тридцать три начало. Двойной пересчет, видите? Ну, плюс-минус, да? Что? Тридцать три? Тридцать три. Ну, честно, все справедливо. А вот паспорт, товарищи, треба носить стопу. Так. Три волоса. Это про что было? Что? Три волоса. Три волоса. Да, поднимите, чтобы... Да. Фейсбук-приложение. А, да. Фейсбук-приложение. Можно было голосовать, да. Да, и там спасибо, и митинг по спасибо, да? Да, митинг по спасибо, и депутатов... Так, вот так. Да. Поднимайте руки. Поднимайте, возьмите, Поднимайте, возьмите на сцену. А вы сядьте уже, сядьте, а то вы не видно. Завали. Двадцать пять последний поднялся. Двадцать пять, да. Двадцать пять, да. Двадцать пять, да. А ты считаешь, что... Давай еще. Пусть... Так, так, так. А так мы в ротовании будем. Ничего не является. Окей, давайте сядь. О, ладно. Так. Майдан 2.0. Это презентация со структурой Майдана. Майдана. Да. Там выбор хэндаут из Луцка был еще. Двадцать пять. Поднимаю ручки. Так, поехали. Девушка, вы? Это девушка-инутка. 14. Сыла Нильонев. Поднимитесь, пожалуйста, чтобы мы вас видели и вспомнили. Голосуем. Все помнят нашим проект, да? Аппетит. Аппетит. Поднимай ручки. Суперпред. Макс, у меня что-то спокойно. Аппетит. Тищенко? Три-четыре. Нет, ты был 21. Три-четыре занялись. Три-четыре. 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 Мы не считаем волосы, или так? Нет, мы волосы сразу следующее считаем. Но они просто после выступания. Поднимитесь, пожалуйста, на спильный волос. Кто представлял проект? Да. А в чем брейк? Вы по голосуванию, системы электронного голосувания есть. Электронное голосувание. Да. Учения, вы по голосуванию. Вы по голосуванию. Чипы, чипы. В голосувании президента и выкованной рады. Через чипы. Да-да-да. Все по чипу. По голосуванию. Учения, по голосуванию. Аппетит. О, теперь. 22. Так, следующий, коллективная безопасность. Поднимитесь, пожалуйста. Так, поднимем. Так, поднимем. Так, поднимем. Так, поднимем. Так, GBS, навигация и все такое. У вас не видно за 30 секунд. Так, давайте сейчас поднимем руки, держим, окей? Так, я не вижу, тут, ага, так, начинаем. Так, поднимем, пожалуйста, что мы вас вспомнили. Так, поднимем, пожалуйста, что мы вас вспомнили. Это фильмы для... Так, окей, про фильмы. Кто мы называем? Так. А то фильмы лишены. Все составимся. Тринадцать человек. Кстати, у депутатов включат фильмы и у них есть иконы. Это ваш целевая аудитория. Четыреста мужиков. Поехали. Поехали. Отв~~~ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Движка, который мы пропишем в госайте. Круто. У нас ценный и членный финансовый приз. Собрать онлайн-команду для фактической реализации помощи. Записывайтесь. Да. Записываться можно хоть в группе. Спасибо. Донейшинг туда. Первым донейшином в вашей команде — это стиль инвестиций. Стрельно-донейшинг. Прессии. Пре-пр-прессии. Пожалуйста, на развитие. Спасибо большое. А что это не видно? Спасибо большое. Скоро хочу поздравить команду спильнол-тири-два-ноль. Спасибо. 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо большое за то, что ребята представили проект. На самом деле я ничего не сделала, потому что я просто предложила, а все люди собрались и решили это сделать. А ребята сделали сайт, поэтому они молодцы. Поэтому с первым местом поздравляем мы. На самом деле я работаю в украинской бирже богачительности, которая на сегодняшний момент первая и самая успешная фандризинговая площадка в Украине. Дней шесть назад мы собрали уже десять миллионов гривен на разные социальные проекты. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать, что мы работаем со многими партнерами по всей Украине, благотворительными фондами, и, наверное, 80% из них созданы энтузиастами. Это не то, что над какими-то тетями, дядями, которые решили создать благотворительный фонд для того, чтобы в нем зарабатывать. Нет. Это молодые люди, врачи, волонтеры, программисты, которые просто хотят сделать эту жизнь немножко лучше, чуть-чуть, в меру своих возможностей. Это независимо, это социальная сфера, это помощь детям, животным, информационные технологии, сайт, который помогает находить, восстановлять детей, электронные карточки для деток, которые потерялись. Это абсолютно не важно. И мне очень радостно, как человек, который проработал уже год в фондрейзинге, видеть, что наконец-то в Украине новые технологии, IT, интернет и прочие умные слова начинают работать на благо. Начинают работать на создание не только каких-то полезных сервисов клевых, но и на улучшение жизни в общем, улучшение социальной сферы Украины. Вот это очень круто. И я желаю, что каждый из этих проектов, независимо от того, как он трансформируется в будущем и во что, чтобы обязательно помнил всегда все-таки первоначальную идею, чтобы деньги уравновешивали ее, но никогда не выходили все-таки выше. Это самое главное от таких проектов. Мы как большой уже состоявшийся онлайн-проект, решили сделать небольшой подарок для всех, которые тут два дня мариновались. Он ждет вас всех наверху. Ну, это вы понимаете, да, ребята, что вы правильный промо-проект? Это не все дни. Вот, там прямо так и написано. Самый лучший Хокапон. Вот, все. Самый лучший в проекте, да? Нет, это все. А, Сауову? Все, я больше не знаю, что сказать. Ну, я думал, что лучше. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Компаниц. Я представляю организационный комитет Евромайдана и 11 организаторов Евромайдана, которые с 20-го числа стояли на Майдане. Я отвечаю как раз за эти направления, то есть за социальные сети. Да. Ну, не я, у нас команда людей, то есть у нас там порядка 10 человек. Да, то есть на Майдан сильно помогает ребята с Фейсбука. Они вчера к нам приехали из Калифорнии, мы с ними вчера встречались. Дали там от нас открытки фирменные. Также все победители завтра получат от нас фирменные открытки с благодарностью от организаторов Евромайдана. То есть это... Что-что? От странговского. От кого? Йогу от странговского. Да, у нас официальное разрешение, легально, все честно. И плюс мы гарантируем продвижение через все свои официальные веб-страницы. То есть в Фейсбуке 167 тысяч подписчиков. Ну, и в дальнейшем мы способствуем. Благодарю. Ну, да, круто. Я думаю, нужно поблагодарить всех еще раз. Начать с нашего гаранта Виктора Федоровича Януковича. Кто говорит, что наша власть не разбирается в ЭДИ? Смотрите. И все такое. Да? Да. Умеет, умеет, да. То есть я, ну, я что-то хотел сказать. Да, слава богатарности. Евромайдан – это круто. Айтимадан – это круто. Часокус – еще круче. Даша – молодец. Спасибо всем, что вы пришли, что были здесь целые сутки, работали, спорили, пили кофе, выдавали идеи. Я думаю, ну, никто не ожидает, что за день можно изменить всю страну, да? Но из каждодневных таких усилий, из работы, рано или поздно, все эти маленькие-маленькие изменения, они набирают практическую массу и меняются что-то большое. И другие этого, собственно, тут и были. Поэтому всем спасибо. Отдайте мне! Это от первого места, так шибеть. Я бы хотел еще сказать огромное спасибо организаторам этого хакатона, потому что за последние полугода я был на большом количестве хакатонов, какие-то мы там у себя даже организовали, но это был самый клевый и самый круто организованный из них. Огромное спасибо команде за это. Люди, я хочу вас спросить пока... Во-первых, огромное спасибо. Во-вторых, я хотела спросить, кто готов раньше, чем 14-е, возможно, встретиться на Хакатон по медиа, гражданской медиа? Поднимите руки. Кто готов уже сейчас, значит, подготовку? Количество рук уменьшилось, но окей. В общем, просто подойдите ко мне, пожалуйста. Я еще на всякий случай расскажу. Меня зовут Максим Ищенко, я работаю в проекте do.ua, это сообщество разработчиков. И у нас есть программисты, поэтому если мы чем-то вам можем помочь с программистами, то давайте, проходите. Макс, давай, когда у UI, это мой и UI. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Очень хочется запомнить этот момент и становиться с вами, дорогие участники. Не убегайте! Личины и беги вперед! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...